Ну, наверное, Надежда, завершить конференцию, выйти из конференции можно, а Татьяна возвращается. Отлично, мы попали. Так, Татьяна. О, дорогие, Татьяна, вы сейчас увидите. Сейчас мы, покажу нашу тайную тайну. Так, это не все, как в Петербургской кафе, ведь мы можем показать свой тайник. Мы отправляемся в антикварный кюнистический отек книжного магазина «Москва». Он находится в самом его практически сердце. Ну, самое сердце, где есть, где есть, а второе сердце находится, где-то здесь. Здесь, в этой центре подвалу, расположены невероятное количество самых редких, потрясающих антикварных книг кюнистических книг. Дорогие друзья, мы прямо сейчас сотрудники этого антикварного кюнистического отдела обещали открыть для нас свою тайну. Теперь показать кабинет самого-самого главного человека в нашем магазине специализирующегося антикваряде, Татьяна Юрьевна Кудяна, начальника антикварного кюнистического отдела. Все, Танюш, ты тогда сейчас мы открываем на большой экран, представляю вам сотрудника. Так, сейчас мы попробуем. Большой экран. Таня никак не уходит с большого экрана. Таня. Никак. Ксюш, ну, надеюсь, все видят трансляции по хорошей экрана, поэтому давай начнем, дальше уже посмотрим. Приветствую, дорогие друзья, в эфире антикварный кюнистический отдел вашего любимого книжного. И сегодня в этом эксклюзивном эфире мы хотим показать вам самое редкое, самое интересное, самое яркое из нашего ассортимента. И все это находится за потайной дверью. Пойдемте, будьте со мной. Вот, смотри, на главной встала и не уходит. Сейчас, смотри. Это кабинет нашего, нашей заведующей антикварного кюнистического отдела Татьяны Георгиевны Кудяновой. Здесь находятся самые яркие, редкие, интересные экземпляры. Я хочу сказать, вмешаться и сказать, что вот в этот кабинет уж точно, как и в книжную, в книжную капеллу можно записаться. В этот кабинет навряд ли можно попасть. Просто так. Ну, да. Здесь мы проводим консультации по личным библиотекам, консультируемся с клиентами. Ага. А также... Таня, ты у меня не уходишь с главного экрана. Ушла давно. Вам откачук сказал, что все нормально. Не уходишь. Откачук сказал, что все нормально. А Марина Ниловна передала Ксюше персональное распоряжение снять маску, чтобы ее было лучше слышно. А я ушла. А мы в масках. Пусть подойдем подальше. Ксюшенька, рассказывай. Два метра. С сегодняшней подборки я хотела показать пять наиболее самых интересных экземпляров. И первая, первая, о которой пойдет речь, это прижизненное издание Николая Васильевича Гоголя. Оно было издано в Париже в 1845 году. Русские повести под редакцией Луи Виардо переводил на французский язык этот сборник Иван Сергеевич Тургенев. Луи Виардо, кстати, надо сказать, это отец той самой певицы Полины Виардо, с которой у Тургенева потом начался очень бурный роман. Собственно, после, можно сказать, эта книга стала таким предвестником их отношений. В эту книгу, по словам Тургенева, вошли те произведения, которые могли быть переведены на иностранный язык и быть поняты иностранным читателем. Это Ви, Старосветские помещики, Тарас Бульба и Коляска. Экземпляр в полукоженном переплете эпохи. Есть небольшие у нас здесь потертости временные, но это только добавляет иногда ценности экземпляру. Ксюш, ты объявила пять книг, давай быстрее. У нас там уже комиксы рвутся просто в конференцию. Следующее издание – это первое полное издание божественной комедии Данко и Дмитриев. В общем, да, я как-то видела в таком роскошном красном кожаном переплете с иллюстрациями детства Даре. Издатель Маврики и Вольф лично заказывал у Даре иллюстрацию к этому изданию. Впоследствии Даре потом очень много сотрудничает с его издательством. Перевод, надо сказать, что это самый первый полный перевод Данте на русский язык. До этого переводились лишь отдельные песни. Комплект стоил дорого как и тогда, в 1870 году, так и сейчас. Тогда Вольф продавал его за 70 рублей. Это на нынешние деньги где-то 5 миллионов. Ужас. 5 миллионов. Следующая книга, она довольно попроще, тоже вольфовское издание. Является, наверное, самым редким вольфовским изданием, потому что при жизни автора было продано полностью. Это «История кабаков России» Ивана Прыжова. Это был историк, который занимался изучением кабаков, нищенства и мещанства в России. После этого издания у Прыжова сложилась такая довольно нелегкая судьба. Он примкнул к революционному движению нечаевцев. Его арестовали и посадили в тюрьму. После этого все его книги, даже такие безобидные, в них высмотрелась такая некая крамола. И вольфу строго-настоящего запретили продавать оставшиеся экземпляры. То есть ничего не меняется, да? Годы идут, столетия, где-то 1800 экземпляров было продано, а остальные 200, к сожалению, сгорели в пожаре. В типографии вольфа потом произошел пожар. Сюша, давай самый секрет. Не осталось. Я прям не могу, у меня же прям ручки чешутся. У нас в запасе самый, самый, да. Множество, можно подобрать описаний. И не смотрите, что оно все скромненько смотрится. Это первое издание поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Полтава». Издание прижизненное, 1829 года. Издание в переплете эпохи, то есть оно не реставрированное. Ничего здесь не менялось, блок не обрезался, ничего не заменялось, не было никаких утрат. И еще один экземпляр у нас. Тихо. Прям мне страшно становится. Аккуратней. Пока Сюша открывает, я хотела прокомментировать, когда у нас в картинке наезжает еще один телефон. Это прямая трансляция в Инстаграм. Так что, если что, если мы друг другу мешаем, мы стараемся для вас показать картинку. Год издания. Прижизненное издание Александра Сергеевича Пушкина. То есть все обратили внимание, что мы с нами 1829 год. Да, а это Руслана Людмила, 1828 год. Это издание второе, но также является большой редкостью сейчас на рынке. Исправленное и умноженное. Да, как и все. Он очень часто хотел отредактировать тот вариант, который уже предлагали корректоры в издательстве. Интересно, что значит цифра 2? Это владельческая помета, это 1830 год. Я так думаю, что это кто-то подписал свою библиотеку. Но, насколько я помню, антикварно-букинистическое дело предполагает то, что вот эти пометы, они добавляют ценности. Иногда да, иногда нет. Ну, понятно, что двойка-то точно не добавила. Да, но это, если атрибутировать эти инициалы, это, кажется, известный собиратель, возможно, какой-то князь. Это, естественно, в два раза больше добавит ценности книги. Кэнэ я прочла. Может быть, будем считать книги. Да. Вот, экземпляр сам в переплете эпохи. Здесь реставрированный корешок. Немножко здесь подновлено. Вот, и заключен переплет в такой современный футляр для лучшей сохранности. А, ну, то есть, вот это, это современный уже. Это современный, да. Это современный. Ну, зато красиво на полке можно поставить, да? Я не знаю, кто еще догадается на полку поставить такой. Наверное, это надо все-таки держать в сейфе. Но смотрится очень красиво. Цену будем говорить, нет? Нет. Мне кажется, можно сказать... Еще один секрет. Все. Держим в секрете. Ксюш, спасибо большое. Мы с тобой еще не прощаемся. У нас еще много секретов. Так что мы к тебе еще придем. А сейчас... Так... Сейчас я подключаю... Дорогие друзья, мы переместились в отдел комиксов. А все это почему? Потому что... Сейчас пойдем в отдел комиксов. По которым мы проводим книжную пистолет.